Сегодня днем, на 69-м году жизни, в одной из больниц Санкт-Петербурга, после долгой борьбы с болезнью, скончалась выдающаяся актриса Евгения Симонова. Ее уход оставил невосполнимую пустоту в мире российской культуры. Евгения Симонова, советская и российская театральная и киноактриса, стала неотъемлемой частью истории отечественного искусства. Ее исключительный талант и непередаваемая харизма привлекли внимание зрителей, и ее именем будут гордиться поколениями. Многие зрители помнят и полюбили Евгению Симонову за ее яркие роли в фильмах, таких как Маша, из культовой ленты Леонида Быкова «В бой», идут одни старики, принцесса из незабвенного фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо» и Катя из трагикомедии Георгия Данелия Афоня. Ее талант и профессионализм были отмечены множеством наград, включая Госпремию Советского Союза в 1984 году и звание Народной артистки России в 1995 году. Среди ее наград также Орден за заслуги перед Отечеством. Свою дебютную роль, летчицу Машу Попову в фильме «О Великой Отечественной войне в бой», идут одни старики. Евгения запомнила на всю жизнь. На тот момент она училась на первом курсе, и режиссер Леонид Быков пригласил ее сыграть в этой картине. Сотрудничество с ним прошло в такой теплой атмосфере, что молодая актриса почувствовала, что именно так и должно быть в мире кино. Однако она поняла позже, что это было связано с одаренностью и профессионализмом режиссера. Следующие годы принесли Евгении Симоновой приглашение от других выдающихся режиссеров. У Георгия Данелия она сыграла наивную медсестру Катю в фильме «Афоня», а у Владимира Горикера в фильме «Оперете под крышами Манмартра» она исполнила роль цветочницы Виолетты Шевалье. Вместе с ней в этой картине снялись молодые актеры, такие как Игорь Старыгин и ее будущий муж Александр Кайдановский. После участия в фильме «Пропавшая экспедиция» в роли Тасси Смелковой, Симонова начала получать много писем от поклонников со всего Советского Союза. Ее героини, чувственные и скромные, принесли ей славу и любовь зрителей, которые готовы были часами стоять в очереди, за билетами в кинотеатры, где играла их любимая актриса. Несмотря на успехи и популярность, Евгения Симонова не оставалась в тени своих ролей и стремилась расширить границы своих возможностей. Она активно работала над тем, чтобы не ограничиваться ролью хорошей девочки. Ее участие в драме «Павла любимого школьный вальс», где она сыграла предательницу Дину Соловьеву, вызвало сильный резонанс в обществе и столкнулась с сопротивлением цензуры. Евгения Симонова не просто исполняла роли, она воплощала их, придавая персонажам глубину и живость. В ее исполнении образы становились незабываемыми, и она оставила неизгладимый след в истории российского кинематографа. Симонова снялась в более чем 70 фильмах, но ее кинокарьера не исчерпала ее творческого потенциала. Она также с успехом работала в театре, и ее актерский дар был признан в номинации «Театр». Ее роль Софьи Александровны, в фильме «Андрея и Шпая. Дети Арбата», принесла ей премию «Золотой орел». Евгения Симонова была не только талантливой актрисой, но и человеком с широким кругозором и глубоким пониманием искусства. Ее уход оставил большую утрату для мира культуры, и мы будем помнить ее как яркую звезду, которая освещала нашу жизнь своим талантом и уникальной личностью. Ее наследие останется живым в наших сердцах и душах, и ее произведения будут продолжать вдохновлять новые поколения художников и актеров. Евгения Симонова оставила незабываемый след в российском искусстве, но она также оказала важное влияние на множество коллег и поклонников своей работы. Ее профессионализм, трудолюбие и пристрастие к искусству служили примером для многих начинающих актеров и актрис. Не только в кино, но и на театральной сцене Евгения Симонова блеснула своим талантом. Ее выступления в театре всегда были восторженно встречены критикой и зрителями. Она была мастером театрального искусства, способной увлечь и тронуть сердца тех, кто видел ее на сцене. Она также отличалась человечностью и добротой в общении с окружающими. Ее коллеги и друзья помнят ее как открытого, внимательного и щедрого человека. Ее готовность помочь и поддержать была неоценима, и она всегда была готова поделиться своим опытом и знаниями с молодыми актерами. Евгения Симонова была не только актрисой, но и замечательной матерью и семьянином. Она воспитала двух дочерей, Зою Кайдановскую и Марию Ишпай, которые также стали известными актрисами и продолжили традиции своей мамы. Ее уход оставляет огромную пустоту в мире искусства и культуры, но ее наследие будет жить вечно. Ее работы будут продолжать радовать и вдохновлять поклонников искусства по всему миру. Евгения Симонова останется в наших сердцах, как великая актриса и истинный символ российской культуры. Мы скорбим о ее уходе и благодарим за ее яркое и незабываемое творчество. Вслед за Евгенией Симоновой уходит не только актриса, но и кусочек золотой эпохи, советского и российского кино и театра. Ее искусство проникало в самую глубину человеческих чувств, заставляя зрителей переживать радость, горе, любовь и разочарование вместе с ее персонажами. Евгения Симонова была частью истории советской и российской культуры, и ее фильмы останутся вечными шедеврами, которые будут пересматривать поколения. Она не только развлекала и вдохновляла зрителей, но и оставляла после себя глубокие эмоции и важные жизненные уроки. Ее талант и преданность искусству стали примером для многих, и она будет жива в сердцах всех, кто ценит искусство и кино. Ее смех, слезы и мудрость персонажей навсегда останутся с нами, напоминая о величии актерского мастерства. Скончание Евгении Симоновой, большая потеря для российской культуры, и мы скорбим вместе с многими ее поклонниками. Но ее наследие будет жить долго и приносить радость и вдохновение новым поколениям актеров и зрителей. Мы помним Евгению Симонову как выдающуюся актрису, неповторимую личность и доброго человека, и будем всегда гордиться ее вкладом в мировое искусство. Пусть ее душа отдохнет в мире, достойном ее величия. Евгения Симонова оставила неизгладимый след в истории кино и театра. Ее исключительный талант, страсть к актерскому искусству, и непередаваемая харизма оставят в нашей памяти навсегда. Ее фильмы и театральные выступления, будут продолжать вдохновлять нас и в будущем. Сегодня мы скорбим о потере великой актрисы, но также отмечаем ее богатую и яркую жизнь, полную творческих вершин и вдохновения. Ее работа останется символом вечного стрирверения и искусства. Евгения Симонова прожила яркую и насыщенную жизнь, принося радость и вдохновение миллионам людей по всему миру. Ее наследие будет продолжать сиять, как звезда на темном небе, напоминая нам о важности искусства и его способности объединять нас во всем мире. Пусть Евгения Симонова найдет вечный покой, и ее душа будет сиять вечным светом в наших сердцах. Мы будем помнить и чтить ее, как великую актрису и человека, который принес много радости и вдохновения в этот мир.